всем привет с вами беда михайлов выехали мы на очередной объект в этом углу будет стоять у нас печка пламен тена появились они в прошлом году в конце года на белорусском рынке запустим посмотрим как работает самому очень интересно потому что бывает людям предлагаю печки когда не спрашиваю печка купить цена у нее хорошая качество посмотрел вроде бы ничего опишу вам ее дальнейшем покажу по дымоходу внизу поставим опорную площадку сделали заказчик сам сделал вывод воздуха видим до короб стоит стене а мы здесь нами возле него поставим фору и тройничком пошли вверх отверстие это сделаем больше немножко и выведем наверху будем смотреть потому что неизвестный балка идет поэтому будем гадать смотреть запасные элементы приводим всегда поэтому если надо будет сместимся 45-ми углами мы закрепили опорную площадку по тройник для чего нужно для того чтобы разгрузить весь дымоход разгрузить вот этот вот сегмент на наружной части в первую часть меня интересует внутренняя часть потому что если этого не сделать то нагрузка вся пойдет на печку и на чугунный кланец и скрепить обычными креплениями к стене то на чугуняку пойдет очень большая нагрузка в результате чего он может просто треснуть именно по трубок выхода на печи там обязательно надо стоять опорную площадку потому что она выполняет две функции здесь прочистка разгрузка дополнительно поставили аккуратненько ровненько утепленная труба пойдет со 150 на 250 и с каждой стороны еще и зазоры воздушные что воздух это тоже изолятор для того чтобы тепло не передавалось от одного материала в другом потому что за этой плиткой идет гипсокартон так сейчас мы подошли уже крыши второго этажа будем резать предварительно здесь идет у нас гипсокартон как всегда самая проблема это найти балку поэтому сейчас будем искать балку делаем маленькое отверстие найдем ее и будем выходить уже через кровлю все вам покажу если надо будет уставить все-таки вот углы со смещением если попадаем прямо в центр балки 45 и 1 и 2 тем самым мы производим смещение между осями надеюсь нам повезет приступаем к работе смотрим прорезали гипсокартон и столкнулись с рядом проблем смотрим с какими в первую очередь это балка балка проходит дробника по трубе за край трубы касается от край трубы касается балки поэтому было решено уйти 45 углами через повторяя их на объект постоянно беру вот один сорок пятка его 2 45 потому что смещение очень часто встречаются что они необходимы поэтому будем смещаться в сторону сделали убрали 1 доску 2 убрали 3 доску чтобы дальше отойти дальше будем сейчас прирезать usb панель и здесь максимально сохранить по постараемся тут а вот доску которая обрешетку как обрешетка служит потому что лучше обрезать меньше чем больше если есть возможность сохранить доску я из сохраняя потому что ну зачем разгружать крыши тяжелые поэтому можно взять конечно проще взять обрезать и пойти работать нет если есть возможность обрезать две половинки то я обрежу две половинки я не делаю так чтобы проще я делаю так как надо и чтобы дальнейшем не было никаких проблем еще одна один очень важный момент пары изоляцию пленку смотрите конденсат и неправильно установили видите на руке это конденсат сожалению заказчик об этом не знал но он увидел все знать невозможно почему в том что теплитель весель стоит мокро все теперь начинаю работать и в этих узлах обязательно надо полностью изолировать весь квадрат который вы вырезаете потому что мостики холода от кровельного прохода могут проходить на экран и на экране образовываются тоже конденсат поэтому этот сегмент обязательно должен быть весь утеплен потолках не жилых помещениях можно оставить вернее жилых помещениях можно оставить без утеплителя там 5 сантиметров изоляция воздушная подушка проблем нет но если это граничит с уличным материалом с кровлей либо наружная стена этот сегмент надо утеплять полностью чтобы не было мостиков холода от конденсата никуда не деться и очень много видите доска то это вообще сарая поэтому все мы пойдем изолировать будут вопросы какие-то буду вам показывать чем будем изолировать короб будем делать очень много материалов скажу так мини рид можно скамотек использовать супер силку материалов очень много поэтому все зависит от того какая труба стоит какие с какой из каким утеплителем на этом объекте я буду использовать рук волл fire rock именно рук волл 25 куни парок парок скажу так из практики он газет этот материал я исключил у себя в работах на своих объектах потому что было мне неприятные случаи соприкасался этот утеплитель с утепленной трубой и он начал газеть поэтому парок для себя я сделал такой вывод fire rock они похожи с фольгой тоже он и дешевле немножко что больше это изоляция идет как техническая с рукулом меня проблем никогда не было хорошо себя зарекомендовал потому что мои постоянники его постоянно используют для обшивки каминов так как бюджетный вариант он работает он не газет никакого запаха он весь ли температура используется согласно заявленным температурам использования этого утеплителя то проблем не будет конечно если вы дадите 800 градусов сюда него он тоже начнет вонять поэтому так вот мы его нарезали сделали такой короб вставляется все это вот в этот отверстие которое мы сделали он аккуратненько вставится и дополнительно еще заизолирую сейчас покажу каким материалом чтобы никаких зазоров не оставалось вот таким вот керамическим волокном реально классная вещь мне очень нравится с работать потому что теплопроводность у него минимальная рлб силика его выпускает пожарная изоляция камина и дымоходов супер силика классная изоляция и на картинках показывает производитель что именно противопожарных узлах надо его использовать поэтому между рукулом и трубой я заизолирую вот таким вот утеплителем кроме на проходит еще дополнительно поставлю скрытый крепеж который не будет видно будет крепиться балки и к доске такая бабочка поворотная используется для этих целей потому что обязательно перед вот одно крепление стоит перед уходом 45 градусов угол и и второе крепление когда 45 уходит если их не поставить то труба будет наклоняться она будет играть плюс у нас это полтора два метра будет выше крыши конструкция будет неустойчиво со временем просто уровень собьется потому что бы этого не было чтобы труба стояла четко по уровню ни влево ни вправо надо ставить два крепления это неважно касается если вы представные дымоходы делаете вдоль дома на улице то же самое два крепления одно перед углом 45 и второе после угла 45 поэтому ставится одно крепление стоит у нас и одно крепление будет скрыто еще раз напоминаю в кровельном проходе закончили монтаж дымохода пищи тэна пламя нашим расскажу по ней по особенности тоже довольно сильно она мне понравилась здесь идет представной дымоход ставка 25 сантиметров утепленность 150 на 250 и опорная площадка под опорной площадке еще стоит у нас сборник конденсата для чего нужна опора объясняя во-первых для того чтобы разгрузить дымоход очень большая нагрузка 4 метра только стояка идет до углов сорок пятых это раз а во вторых когда я не ставить опорную площадку здесь вот патрубок чугунную на него идет большая нагрузка это еще он может просто лопнуть у вас особенно это касается того когда вы ставите возможно я очень много объектов переделаю когда ставят один крепление к стене здесь а второй под тройник и то есть таким самым считаю что крепление выдержит большую нагрузку нет оно провисает со временем оно не жестко поэтому обязательно опорная площадка на как стоит и через сам 10 20 30 сколько будет вам стоять только эта площадка тоже будет держаться никуда она не денется то жесткая опора разгрузочная стороны комнаты это выглядит таким вот образом с лестница идет из комната отдыха и пошли вверх давайте дальше этой души вы понимали вот так разрезает она первый второй этаж и питься второго этажа 245 вы вынуждены были сместиться и бы не хотелось но скажу так процентов 30 объектов только везет когда уходим без 45 градусов потому что когда печка не запроектирована шаг попасть очень очень тяжело здесь установлена шиберная заслонка регулировки обязательно должна быть на данных пищах есть печки которые можно с ней обойтись но это такие уже высокотехнологичными так назвать 45-ка и экран экран через крепится к самому гипсокартону маленький зазор оставляем обязательно по пару миллиметров чтобы не соприкасался с материалом что тепло не передавало меня очень часто спрашивают как я делают эти отверстия объясняю эти проект отверстия я заказываю на предприятии экран идет моя задача выполнить замер угла точно и я заявку скидываю и мне сразу вырезает на плазме всем хорошего настроения на этом буду заканчивать свои видео с вами был дмитрий коммен бай подписывайтесь на мой канал заказывайте мне монтаж домоходов пока удачи